Сегодня в России остро стоит вопрос занятости населения и с каждым годом растет количество безработных граждан. О том, как выйти из сложившейся ситуации, говорили в Нюрбе на Круглом столе с участием председателя правительства, Государственного комитета занятости, Минобразования и других ведомств. К чему пришли участники Круглого стола, узнаем из следующего материала. По данным Государственного комитета занятости республики, по состоянию на 1 марта 2017 года, в республике более 12,5 тысяч безработных граждан. Из них половина – молодежь до 35 лет. С каждым годом количество вакантных мест снижается. На Круглом столе по вопросам подготовки, расстановки кадров, а также трудоустройства выпускников СУЗов и ВУЗов промышленные предприятия много говорили о необходимости подготовки специалистов среднего звена, причем качественных и конкурентоспособных. Также участники Круглого стола отметили, что в общеобразовательных школах, наряду с гуманитарными, физико-математическими направлениями, отсутствуют специальные программы, углубленно изучающие промышленные направления. Мы считаем, что в первую очередь в высокоплачиваемых рабочих местах, конечно, надо трудоустройствовать наших выпускников, среднеспециальных образовательных учреждений, высших образовательных учреждений. И все это, конечно, это вопрос даже ни одного ведомства. Это комплекс мероприятий. Тут и производственники, и Министерство промышленности, и Госкомитет занятости, и Министерство образования. То есть вопрос конкурентоспособности каждого человека, это же идет с самого маленького возраста. На базе Нюрбинского техникума планируется открытие Белосентра, который будет готовить специалистов не только для Нюрбинского ГОКа, но и для других промышленных предприятий Якутии. Для этого необходимо закупить специальные тренажеры, имитирующие вождение на большегрузной горной технике. В настоящее время работа в этом направлении ведется. Не осталось без внимания и профориентация. Как отметили участники Круглого стола, необходимо вести работу в этом направлении посредством средств массовой информации. Нам нужно увеличить время вещания местных, радио и телевидение на родных языках. И, конечно, в содержании мы должны повышать статус инженерных кадров и престиж этой специальности. По итогам Круглого стола было принято решение комплексно подойти к проблеме занятости. И что необходим законопроект, который будет регулировать порядок трудоустройства выпускников образовательных учреждений. Также особое внимание заострить на профориентации. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, НВК САХА, Нюрба.